Я выражаю твёрдое намерение освободиться, возвратить власть над своей жизнью и свою ответственность за свою жизнь, выйти из-под влияния всех магических эгрегоров, убрать блоки и программы, привязки у моих детей, всё, что я им передала, неосознанно, намерена поменять вектор своего сознания, ума, состояния разума, пойти навстречу первоисточнику и, обратившись к своему Создателю, заявить, что с сегодняшнего дня я меняюсь, впускаю Творца в себя, в своё сердце, и что Творец даст мне ту силу и ту крепость Духа, которые поменяют всё пространство вокруг меня, вокруг моих близких, в моём окружении. Я выражаю намерение научиться соединять в себе мысль, слово, дело и творить своё индивидуальное пространство, жить в единстве с Богом и заполнить им своё сознание до краёв. Да. Через истинное сознание самой себя и своей роли в этом мироздании. Благодарю. Через истинное сознание самой себя и своей роли в этом мироздании. Да. Обрести любовь внутри себя. Да. И дарить её из себя. Себе и всему, что меня окружает, всей живой, священной Вселенной. Прямо так дописывается оно, дописывается. Мы уже в ментальной сонастройке, оно просто дописывается к вашим словам. Я не настаиваю, если вы согласны. Я просто это не сказала. Да. Дарить любовь своему окружению, своей Вселенной. Проверяю рабочее пространство. Проверяю мою энергосферу. Всё в порядке, я могу начинать работу. Я нахожу в эфирном пространстве эфирное тело Светланы. Светлана. Один. Два. Три. Я её вижу. Точнее, я вижу не её. Я вижу вошедшее в поле сеанса некое облако. Больше похоже на дым. Сейчас я просканирую. Да, за этим дымом есть Светлана. Я спрашиваю, слышишь ли ты меня, Светлана? Да, слышит. Можешь ли ты убрать это облако, этот дым? Нет, не могу, говорит. Довольно агрессивная. То есть представить себе тучу грозовую, и в ней энергии вот так бурлят, бурлят во все стороны, во все стороны сталкиваются какие-то разряды, внутри я наблюдаю. То есть что-то такое происходит, происходит, происходит. И визуализация такая, что энергии движутся как как ленты или как как змеи. И вот они одна за другой, одна за другой, одна за другой. Вот они между собой взаимодействуют. И вот это колебание идёт, оно хаотичное. И поскольку оно оно энергетическое, оно астральное, то считывается вот и как нечто живое. И в то же время, вот отстраняясь немного ещё дальше, получается выглядит как туча, как дым. Так, я сейчас предлагаю Светлане проявить свою волю. Если ты намерена увидеть меня, ты можешь сейчас весь этот дым собрать руками и погрузить в некий сосуд, положить на стол. Хочешь? Да, говорит, хочу. Сделай это. Одним, одним движением твоей мысли создаётся волшебство, создаётся божественное деяние. Вот, получается. Она раз так, она так раз в ладуне собрала всё это с комкой и погрузи в некую силовую сферу, положи на стол. Да, сделала. Хорошо. Почему раньше не могла? Ещё раз ответь, пожалуйста. А она говорит, что это было обычно, привычно, воспринималось как норма. она говорит, что не было иначе. Она не помнит, что было когда-то было иначе. На настоящее время ты видишь меня? Да, говорит, вижу. Слышишь меня? Да. Даёшь ли согласие на работу с тобой и для тебя? Да. 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 Троекратное. Да. Хорошо. Позволь мне посмотреть ментальную карту. Да. Разворачивает. Я вижу два контракта. Угу. Контракт на это воплощение. Подконтракт к нему. Печать первого воплощения земного. Ну, то есть два контракта и один подконтракт вот к одному из них. Да, пока с этим работаю. Сектор агрегаров и программ. Ну, здесь я вижу результаты работы предварительные перед сеансом. Потому что агрегары есть, не изгнанные, но они, они, как бы это сказать, на что похожи. Каждый из них похож на какой-то, не знаю, желудок или как это, рубец, да, продавали в магазинах раньше, да. Похожи на некую такую, ну, еще можно сказать, дирижабль такой бесформенный, да. Вот нечто, сосуд такой. Кожистый как будто бы. И шланг такой от него. Так вот, шланги болтаются. Вот так. От цикла привязки. Своей энергией не питает, но вот, но они еще в поле, они в поле сознания есть, но они ущербные уже такие. Такое впечатление, что их били, топтали, месили, и куски от них отрывали. Вот такое вот ощущение, что с ними работали, с ними как бы боролись. Не знаю, насколько это верно. Боролось? Да, говорит, боролось. Но следы борьбы я просто наблюдаю. Борьба – это тоже не всегда самый лучший вариант. То есть разрешение, она, от нее уже идет информация, разрешение ситуации через конфликт. Мне захотелось почему-то напомнить, что божественное олимпийское спокойствие это более эффективная методика взаимодействия с эгрегориальными структурами и вообще с кем бы то ни было на тонком плане. Осознание собственного могущества придает спокойствие. В спокойном состоянии мы способны осознать и сделать намного больше, чем если нас терзают эмоции, сомнения и разные всякие такие. И фраза такая приходит «вывихи приземленных тонких тел». Ну надо же, что за фраза такая «вывихи»? Пусть так. Ладно. Хорошо. Давай посмотрим сектор магии. Мне интересно, есть группа людей, которые как бы отстраняются, они так в уголок, в уголок, в уголок. Группа людей не так. Мы ничего, мы ни при чем вот таким вот образом. Мы не хотели, то есть такой вот отказ идет. Это не мы. Мама. Лидия. Есть. И Сергей здесь есть. Да. Но Сергей такая бледная проекция. Она как будто в полосочку какая-то. Интересная такая расцветка. Как будто светлая, темная, светлая, темная. Я спрашиваю сейчас у Светланы, это ты вот так раскрасила? В соответствии с хронологией взаимодействия. Хорошо. Сама у себя есть сектор магии. Причем очень такая ощутимая, просто рельефная такая, почти материальная. Вот потрогать можно такая проекция сама у себя. Сейчас я понаблюдаю, что делает. Ну, картинка идет вот как в руке на гайка и по спине себя бьет. Насилие над собой, принуждение себя к чему бы то ни было. Раскаяние за это принуждение и новое наказание. То есть такое вот показывает, как белочка в колесе. Вот вращается, такой замкнутый круг. То есть за одним следует другое. Такая программка зацикленная. Самобичевание за самоистязание. Как это вот интересно прозвучало. Сейчас я переспрошу. Ты ли это сказала, Светлана? Да, говорит. Да. Понятно. Так, еще кто там? Ну, я вижу женщину с картами. Что-то пасьянс она раскладывает. Что-то вроде такого. Элементы, вижу, христианского эгрегора. Символичные. В окладе книга. Книга в дорогом окладе. Там что-то вроде чеканки или... Как это? Ну да, чеканка, наверное, выглядит так. Дорогая книга с золотым обрезом. С золоченым обрезом. И она вот так вот раз так открывается сама по себе. Раз так открывается. И мне интересно, записи так идут. Как бы два столбика и два столбика на каждой странице. Ну и крест, естественно, на вот этой... На обложке. Тисненный. Да, это тиснение. Тиснение по металлу вроде как идет. Тиснение по металлу. Это изображение может не соответствовать. Это рисует... Как бы это через мое восприятие идет. И то, что это металл, это вероятнее... Сейчас я считаю, почему именно металл. Железное убеждение. Железные убеждения. То есть некая догма. Однажды вот встроенная в сознание. Но красивая. Такая красивая, но догма. А почему две строчки, вернее две колонки и две колонки повествования на строках? На страницах, точнее. Выглядит так, как будто написано на старославянском и переведено на русский. Но еще считывается, что существует разница в тексте. Что это не буквальный перевод. Вот что это идет. Почему две? То есть повествование линейное и смыслы этого повествования. Верно? А нет, наоборот. Здесь как будто закодированы, закамуфлированы, закамуфлированы смыслы. А вот здесь в переводе выхолощены смыслы. Вот как идет. Выхолощены смыслы. Понятно. Благодарю. Хорошо. Покажи мне сектор интерферентов. Он пуст. Пускай он пуст. Хорошо. Пускай он пуст. Предположим, он пока пуст. Хорошо. Я обращаюсь сейчас к Светлане. Позволь, я осмотрю твою энергосферу. В области затылка выеденный вот такой ущербный кусок как будто вытащен в области затылка и пятой чакры. Вот сзади как будто выедено. Даже вглубь, вот под кожу как будто вот силуэт идет, как будто энергосфера выедена до шейных позвонков. Вот так вот откушено. На голове что-то вроде коротенькой фаты. Действительно коротенькой. Какого-то венца не видно. Точнее, маленький такой вроде веночек как будто из маленьких цветочков бумажных вот вырезанных таких. Такие малюсенькие, как незабудочки. Маленькие-маленькие такие. И вот этот бумажный-бумажный веночек на голове. Маленький диаметром совсем. И коротенькая такая фата. Даже до плеч не доставит. Но голову прикрывает. И очень интересно. Фата вот так нужно подвинуть, чтобы закрыть глаза. Вот так. Она движется. Ты сама управляешь тем, что видеть, а что не видеть через эту фату? Нет. Это имплантирование, это программа, которая сама в определенные моменты закрывает глаза на какие-то обстоятельства. и на первопричины обстоятельства, Понятно. На шее висит что-то, сейчас я рассмотрю. На шее висит эмблема в виде глаза. глаза, но этот глаз, он перевернутый. Вот если это человеческий глаз, то он перевернутый. Причем внешней стороной глаза вниз. Конструкция металлическая, я бы сказала, латунная, черненая. Вот так она считывается. То есть это некий символ, который висит на шее довольно плотно от щитовидной железы до тимуса. И, честно говоря, больше похож не на глаз, а на орган. Ну как, на женский и половый орган. Сходство есть и с тем, и с другим. Что это на самом деле символизирует Светлана от видения? Пожимает плечами, говорит и то, и другое. Понятно. Она говорит, надзор матрицы. Вот этой матрицы матрицы смерти, матрицы антимиров. Да. Есть в области плечевых чакр внедрения, но они похожи больше на такие деревянные пробочки. Вот мебельные такие бывают штучки, как они, чопики, по-моему, называются. И вот такие деревянные штучки, они просто вбиты в энергоцентры, в плечевые. А это проекция сердечной чакры. И, соответственно, энергосистема заблокирована эти энергосистема заблокирована в эти энергоканалы. Нарошен ток энергии. А вот это она блокирует центральный энергетический узел в области тимуса и щитовидную железу, пятую чакру. да, я дальше смотрю. Жестянка какая-то ниже идет жестянка, очень плотная, коряво обрезанная, как будто ножницами по металлу. Изготавливали такой круг, вырезали круг, а затем внутри сделали отверстие и насадили буквально на энергосферу вот в области диафрагмы. Причем острыми краями, вот зазубренные края такие как будто впились вплоть до эфирного тела, вплоть до физики. Ранящая поверхность, острые зазубри, зазубренные вот такое вот ранение и идет постоянное давление, постоянное давление, оно не становится больше, не становится меньше, нет никаких перемен, это стабильное давление, которое, Светлана говорит, оно уже привычное. Да. Хорошо. И я вижу энергии, соответственно, блокируется энергия в области печени, блокируется энергия в области поджелудочной железы, блокируется энергия двенадцатиперстная кишка и вот желчные протоки. Она сейчас говорит мне о выработке фермента. То есть на физике это может проявляться целый перечень, просто список показывает симптомов, которые могут свидетельствовать о непорядке в этой области. Но вот мне видно в области печени еще сейчас такая темно-зеленая энергия почему-то считывается она как минерал. Она каменная буквально вот в виде такого неровного осколка. Я это малахитом назвать не могу, это скорее зеленый нефрит или что-то такое. Вот так она выглядит, непрозрачная, темная, зеленая каменюка. Да, все, что я называю сейчас, снимай со своей энергосферы, извлекай, и на стол можешь сложить. Да, она это делает. Это невысказанное недовольство подавленное недовольство с собой другими окружающим миром, своей ролью в этом окружающем мире. Невысказанное проглоченное идет, вот она связка идет печень и горло. Да, дальше давай посмотрим. Так, на спине я хочу посмотреть вдоль спины идут такие бумажные, вот так ветерком они как будто выколошутся, но опять же вырезанные из бумаги такими треугольничками полоска такая, как флажки, утренник, не утренник, но это вдоль позвоночника такие, почему-то утренник вспомнился, как гирляндочки что ли делали, вот так вырезали, вырезали что-то. Длинное, как будто бумажное, но оно встроено в позвоночник. Что делает эта программа? Скажи мне или давай я считаю. Управляемость, как бы гибкость, прогибаться, показывать себя былинкой на ветру во все стороны, чтобы можно было вот ветер подует, куда ветер подует, туда надо прогнуться обязательно, потому что если будешь вот стоять и сопротивляться ветру, то тебя может сломать, и поэтому нужно быть гибкой под влиянием внешних факторов. Нужно быть гибкой, вот такая программка, хорошо. и так интересная эта бумажная череда, вот как гребень у рептильных бывает, вдоль позвоночника, а тут такое бумажное, искусственное, как будто детское, и заканчивается вот ближе к крестцу, ближе к копчику, эта белая бумага становится более темной, темной, и дальше идет энергетический шлейф вниз, в нижний портал. да, в сторону интерферентов идет, вот интерферентов нет, а действующая схема скачивания энергии есть, не странно ли, все, я вижу, Светлана показывает, взяла за шкирку рептилию, обнаружила в своей энергосфере, все, вижу, отключи подачу своей энергии к нему и заблокирую в силовую сферу, да, сделала, просканирую свою энергосферу, все воздействия и последствия этих воздействий от этой рептилии конкретно по траектории можешь ему в банку запихнуть, да, вместе с этим гребнем, да, запихнула, закрыла, хорошо, давай посмотрим на твои ножки, на подошвах как будто наклеено что-то, как будто вот наступило в смолу, да, и смола так на ступнях застыла, да, вот сейчас поднимем ступни, я посмотрю на них, сопричастность считывается, сопричастность кармической ответственности, чужой кармической ответственности, переброшенная карма, да, так и есть, снимай эти стельки, ни к чему они тебе, снимают, снимают, и также на стол, давай на ручки посмотрим, на ручках тоже это есть, а оно блокирует, конечно же, чакры, и проекция корневой чакры, и проекция пятой чакры, получается, что в рамках этой блокировки, вот, от корневой чакры до пятой, идет блокирование, то есть, идет воздействие на энергоцентры, и, соответственно, идет воздействие на тела, на тонкие тела, которые соответствуют каждой из чакр. Снимают также эти накладки с ладоней, но они как коротенькие перчатки вообще выглядят, они с обеих сторон на руке, просто с обеих сторон закрыты. Да, сняла. Так, давай посмотрим еще. Я смотрю немножечко глубже, сейчас я сосредоточусь на основном. Ну, есть, не могу не сказать, в области надпочечников есть чужеродная энергия. Я бы даже сказала, импланты, датчики такие. Сейчас вынимай вместе с проводами. Сейчас давай просканирую, что это. Стройка. Сейчас. Управляемость нервной системы через адреналиновое буря, через выработку гормонов надпочечников, через вот эти вот перепады, то есть управляемость эмоциональным телом, то есть кто-то пытается управлять тобой. Она говорит, управляет, не пытается, управляет. Ну, давай его сюда. Кто такой? Прикажи ему предстать перед тобой в полном соответствии с его эфирным ДНК на один, два, три. Довольно гибридная такая вещь подошла. Ну, я называю вещь, оно не светосознание, оно не обладает душой, оно создание. Ну, просто чье-то создание, которое само себя осознает и осознает себя хозяином той ситуации, того пространства, в которое его впустили. Сейчас читаю. Да, я также приказываю сейчас предстать в облике соответствующему эфирному ДНК. Вот, теперь проявляется, прорисовывается четче. Инсектоид. Инсектоид управляет эмоциями. Очень интересно. Даже не рептилии инсектоид. Интересненько. А показывает, вот сейчас визуализация такая от Светланы, что он дергает за ниточки, он дергает за ниточки, причем дергает не только в области второй, вот в области второй и третьей чакры управляемостью. Да, и со спины я вижу под лопаткой есть портал «Сердечное пространство». Кто проделал портал? Что это за дырка? Да. Кто это сделал? Кто хозяин? Кто хозяин портала? Также призови его на один, два, три. Этот же инсектоид? Нет, второй, второй, их два. Давай его сюда и также отключи подачу своей энергии и заблокируй его в силовую сферу. Да, два инсектоида. Один главнее другого идет информация вот от этого, который старше, что, мол, как бы я ему не ровнее. Я, мол, старше по иерархии. Ну, меня-то не впечатлишь, поэтому можешь оставить при себе свое самомнение. Да, отключила подачу своей энергии и заблокировала. Хорошо. А, он пытается какую-то иллюзию пускать, зеркальную сферу. Да. Выше по иерархии. Со своими гипнотическими энергиями. Не надо тут. Хорошо. Итак, первичный осмотр произведен. Я предлагаю тебе, Светлана, сейчас обратить все свое внимание целиком и полностью в ядру своего сознания. Войти в него. Да, она нашла ядру, искорку. Входит, но входит плавно. Решительного шага нет. Она очень плавно входит, как будто вливается в нее. Просканируй. Является ли это искорка твоей, тобой? Да или нет? Да. Что тебя тормозит? говорит, не помню как. Отстраняешься от всего внешнего и позволяешь себе возвратиться в себя, возвратиться домой в свое эталонное энергетическое состояние. Да, все она поняла. вошла. Прокачайте энергии, прочувствуй их. Подними свои вибрации. Расширь поля присутствия. Как будто колокольчики созвенели. Интересный звук такой. но все-таки слух, музыкальность это очень свойственно. Вот даже на тонком плане это видно очень хорошо. Ощутимо. Слышно. Поиграй этими энергиями. Насладись. А теперь саккумулируй свою волю и одной вспышкой вспыхни. Выйди за пределы того, что привыкла считать границами своего тела. Нет границ. Их не существует. Ага. Так. А выше вентального поля не получается. Выше вентального тела. Не прорывается. Да? Ну посмотри, что это за скорлупа. Просканируй ее. И если считаешь, что она тебе мешает, что это не твое, а наносное и чужеродное, ты можешь сломать ее. Выйди за ее пределы. Разбей кулаками. Расширь локтями так. Бум! Пускай лопается. Да, сделала. Вот эти осколочки можешь собрать и также на рабочий стол положить. Да, сделала. Ментальные программы считываются. Это ограничения ума. Это ограничения навязанные принятые, у меня идет слово социумом, семьей, людьми. Принятые за чистую монету. Почему принялась она? Она говорит по разным обстоятельствам, но причина это одна. Неуверенность в себе, недоверие к себе. Она говорит режим выживания. Ты до сих пор находишься в режиме выживания? Да. Но сейчас ты уже большая девочка выросла. До тех пор, пока ты не изменишь свое намерение и будешь продолжать выживать, у тебя не останется времени на то, чтобы жить. Выбор за тобой. Она еще снимает какую-то пленку. Еще одну пленку снимает. Как пицца под скорлупой такая пленочка бывает. Она еще эту пленку снимает. Тоже кладет. Ага. А вот теперь давай еще раз. От волевого центра одним импульсом по всей сфере, по всем пространствам вспыхни на всю Вселенную. Стань всем. Прочувствуй забытое ощущение. Да. Прочувствуй, что все мироздание внутри тебя, в твоей сфере сознания. Это все сфера твоей реальности, сфера твоей ответственности за твою уникальную индивидуальную Вселенную. Да, она соглашается. Хорошо. А сейчас выстави на разнице вибраций, выстави перед собой все чужеродные сознания, которые не являются тобой. Ага. Все программы, все чужеродное. Да, выставила. Давай проверим. Да, интерферентов всех отловила до этой вспышки. Интерферентов больше нет. Давай проверим подселенцы. подселенцы. Перепроверяю еще раз. Капсула в области сердечной чакры. Она как ледяное яйцо. Вот прозрачное и холодное. И она не тает. Она больше похожа на кристалл, но она очень холодная. Она неестественная. И кристалл непрозрачный. Лед непрозрачный, а как будто с пузырьками внутри. Он такой матовый. проверяем. Есть ли в нем содержимое. Это была рептильная капсула. Это была рептильная капсула. Это был подселенец. Сейчас его нет. Что касается портала. Портал ввел в эту параллельную реальность рептильную. Да, рептильную. А контролировал этот интерферент, который второй. инсектует. Верно? Да. Да. Хорошо. В таком случае я задаю вопрос этому интерференту и приказываю мне отвечать истину. Потому что я все равно узнаю, но даю тебе шанс сказать правду хоть раз в жизни. Почему и зачем тебе понадобился этот портал? Для чего подготовка подготовка нового внедрения? Я говорю, что та цивилизация была свернута. Да, это так, я знаю. Вы подготовили иные способы? и вот он говорит, да, подготовленные, показывает что-то вроде пробирок, но скорее не пробирки, скорее это похоже на отложенные, вот как насекомые откладывают яйца, такая, я видела это под листочком, вот допустим, да, какое-то насекомое откладывает яйца и в них развиваются личиночки и вот он показывает мне такие яйца множества, то есть вы намерены создать некую паразитарную цивилизацию в пространстве планеты Земля? Да, да, то есть параллельную живущим на ней людям, да, да, за счет чьей энергии вот все эти планы, как у вас с энергообеспечением? Молчит. Я приказываю отвечать, за счет чьей энергии планируется осуществление этих планов? Кричит на меня варши, конечно. Хорошо. Есть ли у тебя контракт на взаимодействие со Светланой? Давала ли она тебе согласие на вторжение вот по ранее протаренным рептами путям в капсулу, в которой находился этот подселенец рептильный? Нет. А он транслирует еще вас спрашивать. вот это здесь не наглей, потому что ты попался. Твоя эмоциональность тебе не на пользу, приди в себя. отвернулся от меня. Ну, хорошо. Зачем разговаривать? Мне, в принципе, все ясно. Хорошо, я приказываю сейчас явиться сюда немедленно автора этого сценария на один, два, три. Да, явился. Гибридная сущность. Я сейчас его под колпак блокирую, потому что он пытается тут немного иллюзионизмом заниматься, или гипнозом, или что за лучи он тут посылает, чтобы я его не рассмотрела. Но, по сути дела, выглядит довольно страшненько, потому что это полуинсектует, полуспрут. Я так говорю, страшненько, в смысле, некрасиво. Неэстетично, я бы сказала. Удовольствие его образ не доставляет. он на меня рыкает, на себя говорит, посмотри. И я себя люблю. Отчасти и тебя люблю, это все-таки тоже создание какого-то из творцов. Но, скорее, все-таки создание какого-то нездорового воображения. Ты ли являешься создателем этого проекта по внедрению в энергосферы людей, вот этих яиц, личинок иной цивилизации? Где вы намереваетесь, на каком уровне вы собираетесь существовать? какие действия? Он показывает, что как бы с одной стороны параллельно, а с другой стороны прямо в энергосферах людей. Рассадить показывает как будто на что похоже, с чем сравнить. как если видели фильм «Аватар», человек забирается в трансформер в такой, в робота, садится и начинает сжать рычаги. И этот робот движется, что-то там делает. То есть вот примерно такая схема, что вырастает в капсуле, оставленной рептилиями, вырастает инсектоид, берется за рычаги управления, управляет физическим телом человека и не только физическим телом, управляет его энергетикой тела и управляет его эмоциями и желаниями вплоть до верхнего, вернее, вплоть до нижнего ментального тела. Вот этими телами начинает управлять постепенно, как бы растет и начинает управлять эта сущность. Так, это такие планы, верно? Да, верно. Хорошо. В этой связи возникает вопрос. Перед подсадкой этих яиц вы заручаетесь контрактом, подписанным человеком? Нет. Осознаешь ли ты, что это кармически наказуемо, что это деяние, противоречащее конам Вселенной? Осознаешь? Да, осознаю. Осознаешь ли ты, что в настоящее время Светлана вправе призвать силы кармы и передать тебя на суд первоисточника? оглядывается. Оглядывается. Молчит. Боится. Ты не думал об этом? Нет. Он говорит, вы же не видите. наивно полагает, что мы не видим. Мы видим. Хорошо, еще один вопрос. Из какого временного периода ты здесь всем этим управляешь? По отношению к земному календарю, к земному времени здесь и сейчас. Ты управляешь из этого же времени? Нет. Ты управляешь из прошлого? Нет. Ты управляешь из будущего? Да. 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 Насколько лет вперед? Сейчас от того, насколько ты честен, насколько честны твои ответы, и насколько они соответствуют истине, зависит то возмездие, которое будет по отношению к тебе применено силами кармы. Ты это знаешь? Да, знаю. Итак, не усугубляй свою вину и ответь мне истинное. Все равно проверь. Какая разница? Какой разброс во времени? Из какого времени вы готовите эту ловушку в сегодняшний день? Четыре четыре года? Да, четыре года. То есть из 2025 года вы сейчас здесь орудуете. Да. Понятно. Это довольно сложно объяснить. К этой теме только недавно подошли. я и исследователи, кто работает со мной. И вот обнаружена была такая штука, что существует сдвиг, временной сдвиг между пространствами разных вибрационных планов. Вот как раз это на Земле и происходит, что потоки времени в разных мерностях смещены относительно друг к другу. Это еще подлежит исследовать, но вот мы видим сейчас, как это происходит. То есть инсектоиды имеют возможность с уровня своего пребывания с разрывом в четыре года. Для них это прошлое, они знают весь, им известно по сути траектория жизнедеятельности каждого человека. И они пытаются внедрить, пытаются внедрить в прописанные контрактами сценарии новые ловушки, новые закладки, новые мины замедленного действия, которые должны сработать в тот или иной момент. То есть управлять из будущего в прошлом. Я верно излагаю? Сейчас спрашиваю его. Да, говорит, верно. Хорошо, спрашиваю Светлана, осознаешь ты, что происходит? Осознала в полной мере. Да, говорит, осознала. Понятно, хорошо. Твое решение, Светлана, как ты будешь поступать со всем этим выясненным, я не знаю даже какое слово подобрать поприличнее. Безобразием, скажем так. Я сейчас еще раз проверю вот этот пришедший, является ли он действительно автором этого чудовищного сценария. Ну, как бы создает, от него идет информация, что он создает некое пространство для тех душ, которые избирают не пробуждаться, не видеть, не знать, быть, довольствоваться осознанием себя, как тела, управляемого, безвольного, полагающегося на руководство свыше. Это руководство свыше в соответствии с намерениями этих людей, в соответствии с контрактами, подписанными ранними и данными людьми ранние согласиями и готов он удовлетворять. То есть, по сути дела, планируете воплощать этих людей, не пробудившихся в таком мире. Верно я поняла? Да, верно. А сейчас, он показывает, сейчас делается как бы закладка на будущее, чтобы родители имели возможность как бы права рождения у этих инсектоидов нет в человеческих аватарах. Энергии своей нет. И, соответственно, вот это вторжение, это, как он описывает, единственный повод, воспользовавшись энергией жизни, продолжить развитие собственной цивилизации вот через внедрение в тела. Ну, паразиты, они есть паразиты, что я могу сказать. Паразиты же. Он говорит, я не спорю, да. Ну, хорошо. Это говорит, способ нашего выживания. А не пробовали задуматься о том, чтобы уйти в свет? Нет. Хорошо, сейчас я ему тогда в сознании даю информацию, что это означает. Можешь транслировать ее всему своему народу, если захочешь. Сама формула, что означает уйти в свет? осознал? Да, осознал. Протранслировал? Да, протранслировал. Те, кто избирает такой путь, они могут кармическим советом быть неоправданы. Нет. но по итогам разбирательства будет вынесено решение и вполне возможно, что после обнуления негативного опыта вам будет предоставлен шанс пройти эволюционный путь с нуля как существо духовное. тебя радует такая перспектива? Да, говорит. Да, да. Ну, так или иначе, Светлана решает, поскольку были пойманы за руку. Да, Светлана в настоящее время может ликвидировать эту капсулу, ликвидировать этот портал, возвратить все воздействия, все последствия этому хозяину. и присутствующим с ними. Ты можешь сейчас призвать сюда, давай, подними, как бы подними вибрации, расширься, и всю его цивилизацию можешь передать силам кармы, если хочешь. Так, я сейчас проверяю, существует ли все-таки согласие или контракт на всякий случай. Нет, согласия дано не было. ни один из пунктов контракта на это воплощение не предусматривает такого вторжения. Все эти яйца, все это в лаборатории за пределами орбиты планеты. Да. Но это астральный план, это астральные сущности. да, да, Светлана, вот, вот она нашла этот корабль в пространстве. Да, она его весь блокирует сферу вместе с этим автором чудовищного сценария. возвращает все воздействия, все последствия этих воздействий, призывает силы кармы, призывает свет первоисточника, свидетельствует о том, что обнаружен был вот этот факт. Да, я также добавляю информацию, что это первый случай такого раскрытия замыслов, сущностей из иной, из иного времени, по временной шкале из будущего. Угу. То есть, опять же, все относительно это все восприятие неживущих будущих. Действительно, все относительно будущего, относительно прошлого, прошлое относительно будущего. Но так или иначе, они чувствуют себя в безопасности, они чувствуют себя ненаказуемыми, они для того паразиты и устроили этот дисбаланс между умерностями, временной дисбаланс, чтобы успевать подготовиться, успевать разработать, успевать вторгнуться и ну да, подготовить себя и подготовить человеческие тела к дальнейшей эксплуатации в своих целях. а кроме того, сейчас я считаю еще, вот, а кроме того, заручиться неосознанными согласиями на такие воздействия для того, чтобы иметь возможность перебросить свою кармическую ответственность на людей, подвергшихся подобному захвату сознания. Светлана свидетельствует, я также свидетельствую перед силами кармы и вот заблокированное вот это все вместе со свидетельскими показаниями передаем. Да, их забирают всех. Я также напоминаю, что они располагают информацию о том, что могут уйти в свет, если они того пожелают и это в их жизни, в их существовании первый случай, когда им предоставлено право выбора. Да, все, Светлана благодарит сила кармы, закрывает портал. Там мы это отработали. Хорошо. Возвращаемся в поле сеанса. Я прошу сейчас Светлану показать мне свое галактическое присутствие, проекцию ядра твоей души. Да, мы отправляемся. Она движется, я вижу галактику, которая не очень яркая, но ядро очень яркое, ядро галактики, то есть центральное солнце галактики очень яркое, а сама она как будто истощена, как будто утратила свет. И вот звездочки, то, что в галактике выглядит как звездочки, световые частички у нее такие, я бы сказала, относительно тусклые. И вот над нею сверху как будто периодически идет выхватывание, вот нечто темное вращается вот так вот по кругу, как лассо, нечто темное, такой бублик, диск такой, но диском не назовешь, внутри дырка вот здесь, он вот так вот вращается, но периодически он спускается ниже и как будто выхватывает кусок, еще спускается и выхватывает кусок. И на энергосфере это вот как раз и отразилось, что сзади со спины вот затылок шея до холки вот здесь в области пятой чекры идет выхватывание энергии и в результате идет торможение всего этого вращения и утрата потенциала, которая могла шла, могла идти на полную светимость галактики, часть потенциала тратится на сопротивление, на выравнивание после этих атак. Хорошо, покажи мне, пожалуйста, себя в эталонном состоянии до этого вторжения. Да, показывает. и сам момент, когда что-то изменилось. Она почувствовала как укол, как удар. Еще один вопрос. Ты в это время находилась в аватаре? Нет. Ты находилась в энергетической своей ипостаси, да? Да. И почувствовала удар укол. Да. А почему ты позволила произвести удар укол? Была этому причина. Ведь без твоего позволения ничто не произошло бы, если ты энергия. она говорит, я как будто уснула. Забытье. Она какой-то фрагмент не помнит. Хорошо, давай отправимся в момент предшествующий твоему забвению. удар электромагнитное воздействие. Она показывает, что она располагалась, ее пространство располагалось рядом с какой-то зоной, с какой-то, она называет это окраина. как-то пространство само по себе, говорит, прохладное было пространство, не очень комфортное. Как тебя занесло в такое? Ведь ты же сама создаешь свою реальность. Говорит, я подумала, что мне было бы интересно прощупать это состояние и себя в нем. Себя в нем. Не его в себя, а себя в нем. Так, давай посмотрим еще раз вот этот момент до того, как пришла эта мысль первая. Да, идет воздействие. Воздействие гипнотического свойства, я бы сказала, некая иллюзия, некое уплотнение пространства вокруг нее. И вот идет вирусное информационное заражение, буквально фрагменты. Она улавливает и возникает желание ощутить себя в чем-то, а не что-то в себе. То есть сгруппироваться и войти в нечто, что себе не принадлежит. Да. Это самый первый момент? Да. И что за этим последовало? А за этим, говорит, последовало все более, как бы, все большее уплотнение и уплотнение и сдавливание со всех сторон. А кроме того, я, говорит, пыталась, начала сопротивляться и начали вот это вот сверху производиться вот эти вот удары, вдавливание в более плотное пространство. Хорошо, я поняла. Сейчас ты осознаешь, что именно произошло? Да, осознаю. Ты можешь сейчас призвать автора, кто это вообще производил, кто автор этого вируса информационного, побудившего тебя экспериментировать в отрыве от света первоисточника, от своего всеобъемлющего могущества входить в некие пространства, созданные другими, для экспериментов над своим сознанием. Да, призови автора, кто творец этой идеи, кто сотворил эту. Давай на один, два, три, призови ему. Вот, огромный спрут, просканируй, пожалуйста, является ли он светосознанием. идет нет, и Светлана говорит, что нет. Прикажи ему предстать в облике соответствующему эфирному ДНК. Давай на один, два, три. Рассмотри, кто прятался от тебя, но при этом воздействовал на тебя, не имея на то оснований твоего согласия, как я понимаю. Или ты дала ему согласие? Нет. Нет. Да, она его сейчас заблокировала в зеркальную сферу такую большущую. И вот видит, вот сейчас она отслеживает буквально от его щупалиц идут ниточки к другим светосознаниям вот в том моменте, как он своим присутствием, своим сознанием, как огромный мегамозг, он щупальца растопырил и импульсы посылает программирование, вот это зомбирование, усыпление, усыпление бдительности, усыпление, выключение памяти, фрагмент раз, так, то есть выключение кратковременное импульсом раз, и дальше идет подключение, он как будто присосался, примагнитился, и затем идет вливание этих энергий гипнотического свойства, которые выглядят как свои энергии, как свои энергии, идентифицируются после пробуждения как свои энергии, и считываются как собственное желание познать ранее непознанный опыт. Воля твоя, можешь сейчас призвать вообще его творца, кто его сотворил. можешь его расчистотить в том моменте, если хочешь, контракта нет, произведено вторжение, ты вправе поступить как пожелаешь, можешь перепрожить ту ситуацию с полным осознанием того, какое готовится на тебя воздействие. Да, говорит, я перепроживу, хорошо, я наблюдаю. ну вот она поднимает свои вибрации до максимально комфортных, ускоряется, ускоряет свое вращение и перемещение и расширение полей присутствия, и он нет, ему не по зубам такая энергия, он щупальца протягивает, но она соскальзывает, она просто соскальзывает, она не может уловить, не может уловить, не может впрыснуть этот вирус. Выскальзывает, понятно. Информационный вирус не может впрыснуть, не может, она находится в бодром состоянии и не принимает ни укола этого, ни последующего вливания. Да, она перепроживает все это иначе и в моменте здесь и сейчас. Да, перезапись на момент сейчас. Все последующие события можешь засветить и прописать иные вероятности, иные события, иные реалии. Извлечь все последствия того негативного опыта, на которые тебя обрекли этим воздействием и всю карму возвратить вот этому сознанию, скажем так. Прям даже не знаю, сознанием язык не поворачивается. Этому уму, этому интеллекту. Он поправляет еще меня, говорит, я интеллект. Хорошо. Насколько ты естественный интеллект? Недухотворенный интеллект, простите меня, это очень опасное явление. Я наблюдаю, Светлана, что? Она призывает творца этого объекта. Это он сам о себе думает, что он интеллект и мегамозг. На самом деле это всего лишь объект. Подошел не один, подошли трое. Да, возвращает сейчас вот в эту капсулу в виде кармической ответственности все, что изъялось из своей энергосферы, возвращает им троим. Они уже между собой делят, вот как мы делили апельсин, да, вот так раз на три доли эту сферу. Каждый берет себе, да, я вижу, благодарят Светлану. Возвращают, возвращают всю энергию, которая была скачена на проведение этого эксперимента, в котором она оказалась невольным участником. все равно на каком-то уровне своего сознания это дало свое неосознанное согласие на этот эксперимент, верно? Да, дала. Но это, говорит, на высших уровнях сознания. И согласие давало не самому этому спруту, а своему высшему я. Но это все равно как последствия. Это в качестве последствия все-таки было не первично это. Да, не первично. Первично была атака, агрессия, антимера. Вот что было первично. Да, говорит, так и есть. Хорошо. Да, она благодарит пришедших за уроки и за опыт. Они также благодарят ее. Полный энергообмен, и они покидают пространство, уносят с собой все это добро. Хорошо, я прошу сейчас Светлана показать мне, когда и при каких обстоятельствах ты впервые попала в плотную мерность планеты Земля. Вот в эту ловушку. По своей ли воле? По своей заблокированной воле? С чужих слов, с чужих импульсов. Она показывает, что в ней как подогревалось желание, насаждалось и подогревалось желание, провоцировалось. Она прошла ряд воплощений в разных мерностях в конечном итоге. Да. Как оказалось здесь? Обстоятельства. Речь идет о контракте твоего первого воплощения, поэтому я прошу тебя сейчас изъять все программы, все блокировки собственные и чужеродные, которые мешают тебе увидеть это и осознать тот самый момент, когда ты дала согласие и подписала свой контракт на первое земное воплощение. Да. Но она из себя исторгает буквально рвотой какую-то слизистую энергию. Противная слизистая плотная. Даже закашлялась. Что это такое? Признание себя виновной. Чувство вины. Она говорит, оно отравляло все мое бытие во всех земных воплощениях. Блокировка жертвы и чувство вины. Хорошо. Хорошо. Давай покажи мне сами обстоятельства. приведшие к подписанию контракта и твоему первому земному воплощению. на один, два, три. Она показывает мне другую планету. Это неорганическая жизнь. плотная эфирная аватара. Мне вот интересно, скажи, о продолжительной жизни какая, когда ты пребываешь в плотном эфирном аватаре, ну, относительно земного лета исчисления. Сколько лет? да это возможно посчитать. Давай посчитай, скажем. Мне не важен, какой будет ответ, что скажет, что и хорошо. Потом буду перепроверять. Она говорит сейчас в соответствии с волей самого воплотившегося. Ну, примерно в среднем назови цифру. Она мне пишет цифру 728 728 лет. То есть по земным меркам в земных годах, да? Да. А на той планете сколько это было лет, сколько обращений вокруг светило? 450 примерно. А, 451 точнее. Ну, понятно. Благодарю за пояснение. Любопытно же. Хорошо. Хорошо. Отстраняюсь от этой информации и прошу показать мне дальше. здесь идет интересная цивилизация. Я спросила, это воплощено светосознание? Она говорит, нет, не только. То есть, это было уже как бы смешанное, да, событие. Событие и светосознание воплощены и не светосознание, верно? Да. Она говорит, биороботы, прям звучит так, биороботы. Понятно. Они воплощались в таких же аватарах, как и вы? Нет, говорит, это недопустимо. Она показывает, что две цивилизации существуют на одной планете. Одна из них как бы вот детское сознание биороботов, не имеющих души. И они выполняют какие-то функции, они развивают какие-то свои традиции, они общаются как бы на своем уровне. А вот раса, идет раса. Раса богов. А раса богов какой-то взаимообмен показывает между двумя цивилизациями, что в области сотворения чего-то практического это одна цивилизация, вот назовем так биороботы, либо неодухотворенное сознание. А творческая мысль, какие-то разработки, какие-то придумки, то есть творческие находки, помощь в организации, помощь в управлении, помощь в создании каких-то условий для благоприятных для благоприятных событий вот этой как аборигенной, скажем так, цивилизации. почему-то идет аборигенная цивилизация. И они, да, вот этот адекватный взаимообмен без унижения тех, кто аборигены и без возвеличивания тех, кто другая раса. Расы соприкасаются друг с другом только в меру желания, в меру необходимости. Интересное взаимодействие. Хорошо, я поняла. Спасибо. То есть это было не на Земле, как я понимаю, верно? Да, да, да. Это за пределами Солнечной системы? Нет. Круто. Так. Это в пределах Солнечной системы? Да, да, да. Хорошо, какая по счету планета от Солнца? Я еще раз переспрашиваю, эта планета называется Марсом, да или нет? Четвертая планета от Солнца. Да. Это Марс? Так, нет, еще, еще, все-таки не Марс она мне. Может, все-таки пятая планета от Солнца? Это пояс астероидов? Да, да, да. Это планета Фаэтон? Да, да, да. Вот, куда мы попали. Интересненько, с планеты Фаэтон. Ну, историю этой планеты знаем, можешь показать мне ее вкратце. разрушение. У меня возникает вопрос, он возникает, видимо, неспроста. Она была разрушена, эта планета, каким-то нарочитым действием интерферентов, да или нет? Просканирую пространство, я так же это сделаю. Это произошло случайно вследствие разрыва временного континуума и пространства? Да, да, да. То есть, вторжение произошло недалеко от орбиты Сатурна, и это произошло на орбите планеты Фаэтон. Вторжение в это пространство, взлом временных кодов, и антимир вторгся в нашу Вселенную в этой точке, а это совпало с орбитой Фаэтона, и вот показывает разрыв планеты, происходит из-за несоответствия параметров времени пространства, потому что после вторжения они были изменены, и вот это столкновение и полное разрушение на мелкие частицы, разрыв всей планетарной системы произошел как раз из-за этого вторжения. То есть, это не какой-то направленный взрыв, это результат вторжения армады антимира на астральном, вот на плотных планах, плотные энергетические планы. И, естественно, физический аватар планеты не выдержал и был разорван вот этой разницей потенциалов, разницей во времени, разницей пространственно-временных характеристик, хаос вот этот. Так, еще один вопрос, вот то облако, которое было вокруг тебя, хаос этих энергий, каким образом он связан с этим событием. Она говорит, напрямую, напрямую. То есть, ты всю череду земных воплощений пребываешь в этом дисбалансе, верно? он зафиксирован, и вот этот глаз, который похож на женский орган, он как бы фиксирует электромагнитное поле, напоминание, постоянное напоминание того, что жертва, того, что в любой момент может случиться вторжение, это как бы продуцирует некую тревогу, это зафиксированный вот кусок события, зафиксированный вот в энергосфере и в сознании самой Светланы. То есть, ты была одной из воплощенных на фаэтоне, перепроверяющая информационное пространство, так ли это? Да, да, да. Понятно. Носитель последствий этой катастрофы. Почему? Откуда такое колоссальное чувство вины. Не предусмотрела, не предотвратила. Признала себя виновной, когда была душа захвачена. Она говорит, что сожалеет о тех сознаниях, которые не обладали нашими, моими и нашими способностями и пали жертвами. Пали жертвами. Она говорит, что болит сердце. Она говорит, что огромная потеря. Потеря колоссального цивилизационного опыта. Она винит себя за то, что не предусмотрела, не предотвратила. ты была в числе руководителей той цивилизации. Да, она показывает. Она показывает, что иерархии как таковой не было, но это наши любимые детища, и мы заботились о них. Но показывает промашка. Хорошо. Вот сейчас в настоящее время я предлагаю тебе возвратиться в тот момент, когда все на планете происходило наилучшим образом. И поскольку ты была свидетелем этого вторжения, все ли ты увидела? Ну просто телепатически вот сейчас и она мне показывала, и я с ней делилась информацией, которую добывала ранее. И сейчас сложилась полностью картинка, каким образом они прорвали вот этот взломали годы пространства и проникли. Я сейчас для рациональной части Светланы скажу, что где-то там на канале у меня есть, не помню, сейчас не вспомню, умом сейчас я не помню, есть какой-то фильм о том, как мы расследовали, как было произведено это вторжение. И вот тогда мне шла картинка очень настойчива, что это было недалеко от орбиты, от траектории движения Сатурна. Именно Сатурн. хорошо. Итак, полностью картинка сложилась, осознаешь ты, что произошло на самом деле? Да, осознают. Хорошо, предлагаю тебе перепрожить это свое воплощение наилучшим образом, так как посчитаешь нужным. Отмени свое намерение проходить этот негативный опыт. Ты вправе это сделать. Твоя воля священа для всех, даже для первоисточника. Необходимый опыт ты уже накопила. Поэтому ты можешь просто стереть события, чтобы они больше не имели силы и права воздействовать на твою энергосферу и на твое сознание. Да, она соглашается. Да, она очень бережно извлекает опыт в виде светящейся сферы, просто перекладывает его отдельно, просто сердечные чакры оставляет у себя в сердечном пространстве, как будто прячет и запирает на ключ. Это говорит важное сокровище моей души. Хорошо и перепроживает, я наблюдаю. да, она телепатически дает информацию всем, кто присутствует людям своей расы, она говорит, человеком моей расы. Много вас было на планете? Да, говорит, много, много. Ну, относительно цифры, напиши мне, пожалуйста. Сейчас еще раз переспрошу. Ну, 7000, порядка 7000. То есть немного, на самом деле, 7000, да. А цивилизация, которая развивалась на этой планете, была многочисленна? Да, многочисленна. Так, секундочку, еще раз цифру напиши или озвучь скажи словами. Один, полтора миллиона. Ну, тоже не так уж много. Она говорит, мы жили просторно. А какова была природа на Фаэтоне? Покажи, пожалуйста. Существовала органика? Нет, органики не было. На эфирном плане покажи, какая была природа. цветущая, чудесная. Она говорит, все процессы шли очень гармонично. Хорошо, я поняла, благодарю тебя. Да, возвращаемся, я вижу, она передает информацию телепатически всем представителям своей расы. да, вы можете вспыхнуть в этом моменте предваряющим вторжением. Вспыхнуть и стать всем. А я вижу, вот, можете даже дать информацию всем светосознаниям, где бы они находились, в какой бы мерности не пребывали. И вы можете тем самым предотвратить этот взлом пространства, времени пространства. Удается? Да, я вижу, удается. Удается, они предотвращают вторжение Роя в пространство Солнечной системы. Да, и вплоть до момента сейчас можешь перепрожить без этого вторжения, без вмешательства, без вклинивания их негативных энергий в наше священное пространство. Да, она это делает. Хорошо, перезапись на момент сейчас. Ты можешь призвать сейчас всех ответственных в том времени либо сейчас. Это уже не имеет значения. Да, говорит, не имеет значения. Ты перепрожила, поэтому сейчас ты можешь возвратить виновникам всю их кармическую ответственность за вмешательство и заморозить их. Оставь. Мы переместимся с тобой в момент, где произошел захват и где тебя вынудили подписать контракт первого воплощения. Да, перемещаемся. захват вот на корабле очень мощные блокировки. Шестикратная блокировка идет светосознание. Почему-то слово такое шестикратная блокировка. то есть каких-то шесть способов, чтобы заблокировать душу, выходящую из аватара, да? Или вас блокировали еще в аватарах? Она говорит, и так, и так. Понятно. Хорошо, у меня шестикратная была блокировка. Шесть уровней блокирования. воздействия идут. Воздействия идут. Очень интересно. Процессы останавливаются. Нет возможности считывать пространство вообще. То есть ты в аватаре была, верно? Да, говорит, в аватаре. То есть аватар не поврежден был тем, что планета рассыпалась? Нет, говорит, неуязвимый аватар. Рассыпалась же физическая часть планеты. Хорошо, покажи, а эфирная часть этой планеты ведь тоже рассыпалась? Да, рассыпалась. Астральная часть этой планеты существует? В целости? Да, говорит. Так, то есть в настоящее время астральная часть, астральный слой планеты Фаэтон существует в целости и неприкосновенности? Да, говорит. Покажешь мне его? Смотри. Никогда не думала, что можно посмотреть, даже в голову не приходило, посмотреть на Солнечную систему в этом вибрационном уровне. Круто. Да, Фаэтон есть на этом уровне. Класс. А поскольку существует он и более тонкие его проекции, то есть возможность реставрации самой планеты? Да, говорит, есть. А ты, как представитель этой цивилизации, вправе ли запустить такой импульс созидания, восстановления, воскрешения небесного тела? Она говорит, это должно быть совместное творчество, сотворчество. Понятно. Хорошо, но ты можешь обратиться к своей высшей проекции. Да, она обращается. А вот она слезы просто вытирает. Она говорит, что она ходатайствует. Она просит, если это возможно. она почему-то произносит фразу повернуть время вспять. Восстановить в соответствии с достигнутыми эволюционными наработками. Она говорит, что это мое искреннее желание. Она говорит, что это жажда моей души. она вынимает из себя блокировки вины. И блокировка не способности изменить ситуацию. Смирение с ситуацией. Уж мне это смирение. Да, она из своей энергосферы просто вынимает железяки, каменюки. То есть целый набор всяких тяжеловесных штук. и переброшенную карму тоже. Точнее притянутую на себя кармическую ответственность за произошедшее. Ты в настоящее время видела, кто виновен в произошедшем? Да, говорит, видела. Тогда всю кармическую ответственность сможешь передать им. Передает. И изменяя все эти, перепрограммируя свои блокировки, собственные зажимы, убери эти программы чужеродные и восстанови. Восстанови. Если есть свободная боли, значит есть свобода мысли. Не блокируй себя излишне, да и вообще зачем себя блокировать. Она вспыхивает изнутри, она исторгает из себя все блокировки, очищает, перемодулирует и встраивает в виде энергии любви к себе, радости, принятия себя такой, какая есть. блокировки. Она говорит, что эти блокировки не позволяют двигаться по пути совершенствования себя. Работы кажется слишком много. Когда я признаю себя ущербной, я пугаюсь самого объема той работы, которая мне предстоит. когда я принимаю себя такой, какой я являюсь на самом деле, то я в состоянии спокойствия безэмоционально способна взвешивать, способна осознавать, что во мне соответствует конам Вселенной, а что идет в диссонансе с коном Вселенной, и уже имею возможность повседневно ежеминутно работать над собой, не пугаясь вот того объема, который представлялся ранее, иллюзорно. Если я не соответствую вообще ничему, то я даже не знаю, с чего начинать. Она пока произносит так интересно, заклеймить себя позором. Позорное клеймо, она снимает его сейчас, она говорит, согласилась на этот имплант вот в виде этого глаза, она называет его позорным клеймом. Да, который постоянно напоминал ей о том, что она несовершенная. Он буквально транслировал ей, что она несовершенная. То есть однажды ты согласилась признать себя таковой. Да, согласилась. Сейчас ты так думаешь? Нет. Она ломает, ну, через голову вот так вот снимает, а там цепь еще такая. Снимает, ломает этот символ, эту печать. И вот вырастает, буквально вырастает над собой, раза в полтора ее прайд вырастает от этого. И сам момент подписания контракта, признания себя виновной во всем произошедшем за судьбы других. Где это? она показывает, что это было в ходе долгих переговоров и долгого как бы давления, давления оказанного на нее в ходе этих переговоров. Как бы внушение МЛП-программирования применил ли к ней и она не распознавая эти энергии где истина, где ложь, потому что сознание уже находилось под воздействием того вируса, который она получила еще до своих воплощений, вообще-то, еще когда было ее энергетическое присутствие, на эту ложь, на первичную ложь наслаивались последующие и она сказанному начинала верить свято и воспринимала их, воспринимала эту информацию как истину, находя внутри себя ложные подтверждения того, что они говорят правду. Ложь порождает ложь, она говорит. И сам контракт позволь, пожалуйста, я прочиту. Признание себя виновной, признание себя ответственной, признание себя несовершенной, жажда доказать самой себе, что несовершенно. Интересная жажда. Все на выворот, вот все на выворот. Она смеется. А вот сейчас она уже смеется. Мне нравится слышать твой смех, Светлана. Да, и вот это признание себя и позорное клеймо на шее. Все, я поняла, и стоит подпись. Хорошо, существует ли подконтракт? Давай проверим. Нет, они решили, что этого достаточно. Хорошо, ну, твоя воля. Мы в этом моменте, ты вправе признать себя виновной, либо не признать. ну, вот она сейчас вырастает еще больше, просто вспыхивает. Она, весь этот объект, весь этот материнский корабль, на котором ее принуждали к подписанию, вместе со всеми этими сущностями. кстати, ты разглядела, кто они такие? Да, разглядела. Ну, это инсектоиды работали. И в энергосфере она показывает секторе интерферентов один из них. Фаэтон еще когда разрушили, а он все еще жив, он не менял свой аватар. Так ли это? Да, это так. У них продолжительность жизни не чета нашей, поэтому они такие умные. А мы не успеваем повзрослеть, стареть приходится, не успеваем повзрослеть и осознать себя, опять стареть приходится. Люди добрые, давайте жить лет по тысяче хотя бы. Все это чехарда с аватарами уже просто неправильно как-то. Поэтому я предлагаю любить свой аватар. Как мужчины любят свои машины, женщины любят свои шубки. Вот вещи любить мы способны, а собственный аватарчик одухотворяйте его своей любовью, насыщайте его своей заботой, общайтесь с ним. Он живой, каждая клеточка живая. Задавайте импульс вечного бытия, вечной жизни. Независимо от того, что с детства вам внушали, что после сорока лет женщина должна начать стариться, сидеть, у нее должно здесь объяснуть, там испортиться, да, а потом должно здесь выпасть обязательно, а потом у нее с памятью должно быть плохо, а к 70 годам она будет древняя и ходить с палочкой. Это ментальные шаблоны, навязанные социумом, навязанные матрицей. давайте пробовать противостоять им. Все это ложь. Пока мы в нее верим, мы даем энергию творческой мысли на реализацию такого сценария нашей жизни. Кто автор сценария? Если это интерференты, призовите их к ответственности. берите штурвал в свои руки. Сейчас переспрашиваю, это было от моей высшей проекции или от Светланы? От Светланы. Благодарю тебя, Светлана. Хорошо. Итак, в этом моменте да, напишут на контракте расторгла. сжигает его все копии, все приложения, все дополнения, где бы они находились в любом времени, в любом пространстве, во всех межпространственных и межвременных карманах. Да, она все это извлекает и уничтожает. Так, весь этот корабль она аннигилирует вместе со всеми, кто на нем находился. А на армаду все это показывает, которая вторглась. Да, аннигилировала в этом моменте. Но перепрожила не допустила, еще и в этом моменте аннигилировала полностью. И давай посмотрим с тобой на этот разрыв пространственно-временного континуума. вот как это интересно. А Светлана это не одна. Вот то, что я вижу сейчас, я не знаю, как это описать, но попробую сейчас. Я просто вижу, как будто ангельские сущности, они как будто своими энергиями исцеляют пространство. как будто выравнивается пространство в том месте, где был образован вот этот нештатный портал. Они исцеляют это пространство и как-то вглубь, и как-то так многомерно. Я смотрю на разных уровнях сейчас одновременно. Как матрешка такая. Вот я заглядываю, такая прозрачная будто матрешка, и я заглядываю, что на каждом уровне идет такая работа по исцелению самого пространства в этом промежутке в этой зоне. Ой, за пределами Солнечной системы тоже. Показывают, что разрушение фаэтона повлияло на как гравитационные константы. Не знаю, что это такое. Гравитационные константы других небесных тел, именно в тех мерностях, где было разрушено, то есть эфирное и физическое. Да. И соответственно как бы выравнивается здесь и выравниваться постепенно и плавно будут выравниваться гравитационные константы других небесных объектов. Понятно. То есть будет все это возвращаться к эталонному состоянию, как я понимаю. полное подтверждение. Хорошо, ладно. Все завершили. Мы возвращаемся в поле сеанса. И предлагаю тебе просканировать еще раз сейчас свою ментальную карту, проверить свою энергосферу. исцелить себя от того ущерба, который был нанесен в ходе всех этих твоих приключений. Да, я так понимаю, что один из инсектоидов может быть свободен либо уничтожен. Воля твоя. Она спрашивает, хочет ли он пойти в свет. Нет, он отказывается. Все, она его разбирает на частоты. Это вот если быстро, то это похоже, что вот так в руке возникает световой меч и идет хоп, такое разделение, как будто выбивает мечом частицу света, которая была в ядре его интеллекта, его сознания. И она уходит к первоисточнику, высвобождается. А все остальное, опять же, получается, что этот меч, оп, запускает процесс аннигиляции всех программ и всего его негативного или позитивного, всего его накопленного опыта. То есть идет полное расформатирование его как личности, его как индивидуальности точнее. И все это в виде первичной материи сваливается в аннигилятор и закрывает портал. Все. Меч убран в нож, он возникает из руки и уходит обратно в руку. То есть это силы мысли, это волшебство, которое не нуждается ни в каких магических ритуалах, заговорах, молитвах и всем остальным. Это просто происходит по импульсу мысли. Нам потому третий глазик то и закрыли. Что мы до тех пор, пока подвержены эмоциональным всплескам, не способны, способны нанести колоссальный вред этому пространству и даже самим себе и окружающим нас людям. Поскольку неуравновешенная эмоциональность и ошибочные ментальные конструкции, способные спровоцировать нас не только искаженно воспринимать тонкий план, но и воздействовать на него весьма негативно. Закрывая третий глаз большинству людей, по сути, высшие проекции уберегают их самих от тонкого плана и тонкий план от них самих. Это в обе стороны действует блокировка, и поэтому без очищения сферы своего сознания надеяться на то, что будешь видеть достоверно истинно тонкий план не приходится надеяться. Возможно астральный план, где прокрутят тебя астральные сущности кино, но никак не выше. Да, идет подтверждение. Хорошо. Итак, убрала этого интерферента, просканируя свою энергосферу, извлеки все последствия на всех уровнях, по всему фракталу, извлекая все последствия, до какого бы уровня, в сторону первого источника они не доползли, не протянули свои черные щупальца нити. Извлекая все это, рассветляя себя на всех уровнях присутствия, задавая импульс очищения, все твои высшие проекции, в соответствии с твоим волевым решением воплощенного человека, произведут эту работу плавно, мягко, для того, чтобы не повредить ни тебе, ни тем пространствам, в которых ты пребываешь наиболее благоприятным образом во благо тебе и всему мироздание. Да, она запускает этот импульс, она выражает свое намерение и я вижу, что очень хорошо вот прям сейчас идет такое вот встраивание, встраивание более высокочастотных духовных аспектов, встраивание идет в единую вот эту матрешку, я бы сказала. И в результате, я смотрю, у ее проекции основное свечение повышается, у нее как будто изнутри пребывает свет и все более яркий, и все более светлый, все более чистый, наполняется этим светом изнутри. Хорошо, я сейчас предлагаю Светлане сделать небольшой перерыв, да, она меня отпускает. Когда вы сказали, что она меня отпускает? А, и оно выключилось само? Ну, я решила, что надо включить диктофон тихонечко. И попали не на ту кнопочку. Не знаю. Ну, в общем-то, как-то так. Все нормально. Ага, извините. Да даже не извиняйтесь, все происходит лучшим образом. Любая ситуация произошедшая чему-то учит, поэтому спасибо большое. Какие ваши ощущения, какие ваши осознания в процессе вот этого фантастического полета? Это я даже не знаю, как это назвать. Это назовите. Ну, представляете, я думала, вы землянка, а вы, оказывается, твоя тонянка была до земли. Ну, я вот вам даже написала, что какое-то ощущение всегда чего-то необыкновенного у меня присутствует. И теперь я вот уже присутствую на сеансе своей реальной частью понимаю, почему мне всегда хотелось летать и быть легкой, воздушной, где-то там витать, летать во сне. Казалось, что я летаю, когда быстро передвигаюсь. То есть вот теперь начинает складываться этот пазл. Да. По телу были какие-то ощущения энергии? Где-то руки, ноги, голова, где-то вот энергетически? Как вы ощущали сеанс? Ну, в самом начале потяжелело, потом прошло, потом всё то, что вы там вскрывали, когда меня препарировали, скажем так. Да. И слёзы прошибало, и кашлять хотелось, ну, и вибрация идёт. Так, вот. Да, после сеанса ещё примерно, ну, у всех по-разному, у кого-то быстро, у кого энергосистема уже как бы более сбалансирована, у кого-то медленнее, но где-то в среднем недельки три, а то и месяц будут идти на энергетики, вот на ощущениях телесных, будут идти, где-то, где-то будут расслабляться зажим через боль, допустим, да, или через какую-то тяжесть, неприятные ощущения, да, это, то есть вот где-то почувствовали, ой, заныло, 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 болит, не болит. Пока думали, уже и не болит. Либо там пару часиков поболело, поболело, ой, что-то вроде как, вроде как простуда какая-то, там компрессик сделали, там выпили чайку горячего, то есть через обострение небольшие начинают выходить эмоциональные блоки. Вы сегодня проводите ваше проекции, ваше высшее проекции, ваше подсознание производит энергетическую операцию над всем вот вашим комплексом. Весь ваш комплекс ваших тел земных делает генеральную уборку. Вот чтобы стало совсем чисто, ну а знаете как, пропылесосишь, надо еще тряпочкой протереть, да? Обязательно. А потом возьмешь белый платок, пройдешь, после вымытого еще найдешь, еще надо протереть. Да? Оно вот так. Это пока мы живем здесь, в материальном мире, это необходимая повседневность и повседневная необходимость следить за чистотой своего сознания и производить эту работу, заниматься ею в удовольствие, с радостью, с осознанием, что это не на дядю мы работаем, а на себя любимую, что это в наших интересах, а не в интересах кого попало. Потому что мы быть патриотами умеем уже, патриотами чего угодно, но только не себя самих. Разве нет? Мы можем отстаивать интересы своей группы, профессиональной группы, мы можем отстаивать интересы своей нации, своей религии. Ну, чего приверженцем являемся? А если мы не умеем отстаивать собственные интересы, мы, получается, отвернутые от себя, мы не являемся приверженцем самих себя. Где мы в сфере нашего сознания? Мы очень далеки от центра, мы не в себе. Знаете, человек не в себе. Вот беда в чем. А пока он не в себе, внутри него сидит какая-нибудь дрянь и пытается управлять его сознанием и его поведением и его эмоциями. вер blij. И это что которым н не